В России может появиться автомобильный мега-альянс. За объединение вновь заговорили КамАЗ и Солерс. Напомним, что впервые идею создания альянса стороны озвучили еще полтора года назад. Но затем переговоры застопорились из-за пандемии коронавируса. И вот теперь представители компании опять готовы сесть за стол переговоров. Сильно помешала пандемия, мы не могли просто физически встречаться, потому что процесс альянса все-таки требует общения живого, а не по видео. Поэтому мы сейчас находимся в стадии перезапуска проекта. Напомним, в холдинг Солерс входят ульяновские автомобильные и заволжские моторные заводы, плюс автозавод во Владивостоке, где выпускают Мазды. Также компания владеет контрольным пакетом акций совместного предприятия Солерс Форд и вдобавок является производственным партнером марки Аурус, то есть делает автомобили по контракту. Мы создаем альянс по синергии. Если синергия будет совместная, будем делать. А если синергии нет, это бессмысленная история. Соответственно, о поглощении одного холдинга другим речи не идет. Альянс, как было сказано, будет создаваться по синергии. Можно предположить, что главной точкой соприкосновения станет электромобиль КАМА. У КАМАЗа есть почти готовая для серийного производства машина, а у Солерса имеются производственные мощности. Между тем, КАМАЗ поставит столичному Мосгортрансу 473 12-метровых одиночных городских автобуса. Это стандартные городские низкопольники, притом не электрические, а дизельные, оснащенные двигателями Каменс и автоматами ZF. Каждый автобус имеет 31 кресло, а общая пассажировместимость составляет почти 100 человек. Впрочем, москвичам такая техника хорошо известна. С 2018 года на дороге Москвы вышло уже полторы тысячи пассажирских машин башкирской сборки. Напомним, что производством автобусов под маркой КАМАЗ занимается завод НЕФАС из Нефтекамска. Российская столица закупает технику по 19 миллионов рублей за штуку. Правда, в эту сумму также включен сервисный контракт сроком на 7 лет. И еще одна новость из мира больших машин. Фирма Тонар, больше известная как производитель прицепов, неожиданно презентовала шарнирно-сочлененный самосвал Т-35 грузоподъемностью 35 тонн. С этой моделью компания хочет захватить четверть всего рынка такого вида техники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова